В этом году вся Чуваши отмечает 130 лет со дня рождения Чапаева. А что знают о нем студенты вузов и СУЗов республики? Чтобы узнать ответы на этот вопрос, администрация столицы устроила квест Чапаев. Вместе с участниками по станциям бегала и Юлия Важенина. Наш Чапай! Ваш герой! Именно с помощью этой фразы участники квеста находили волонтеров с заданиями. Как звали жену Чапаева, сколько у него было детей и где служил наш герой? Ответы на эти вопросы, пожалуй, самая легкая часть квеста. Всего участникам нужно было пройти шесть станций. Чтобы молодежь подтянулась на это мероприятие, нужно их как-то привлекать. Квест это сейчас очень модное направление, и я думаю, ребятам как раз интересно было подвигаться. 20 команд, а всего более 100 человек разгадывали тайны жизнникам Дива. Студенты много времени потратили на поиск дома Чапаева на карте города, хотя ответ был прямо под носом. А эта точка стала, пожалуй, самым веселым заданием квеста. Ваша задача построить фигуру коня. Держи голову, должно быть четыре ноги, садник и хвост. Штыки, огонь, шапка, пулемет. Это не просто перечисление слов от зашифрованной команды одного из заданий квеста вперед, назад, влево, вправо. Участнику завязывали глаза, а остальным членам команды нужно было довести его до конечного пункта. И все это на время. Я думал, мне помогут, но мне завязали так, чтобы я вообще не видел. Ну, пробежался нормально, но было тяжело, конечно. Но было очень весело. А на заключительном этапе участники дали волю своей фантазии. Заданием было сочинить историю жизни Чапаева, если бы он не погиб в далеком 1919 году. Сегодня мы написали счастливую концовку жизни Чапаева. Начинаю. Когда Чапаев убегал от преследователей, на его удачу ему повезло встретить путешественника из будущего, который спас его и перенес его в наше время. И сегодня мы смогли познакомиться с ним поближе и узнать о его подвигах. Что же касается самих подвигов, то тут оказалось не все так просто. Именно этот вопрос поставил в тупик участников квеста. Например, узнали один из его подвигов, который Андрей подсказывает. Кто участвовал, все знают. То, что у него было трое детей. Но мы все-таки нашли тех студентов, которые знают биографию и характер нашего героя. Он поступал, скажем так, не так, как требовало руководством. Поступал по наитию, так, как считал нужным. То, что он поступал не по приказу, это помогало захватить, побеждать Чапаев. Он отличный пример доблести, героизма, человека военного. Настоящий мужчина. Спустя полтора часа активного бега подвели результаты. И самыми сообразительными стали студенты МАДИ. Именно они дали большее количество правильных ответов за минимальное время. Юлия Важенина, Андрей Спиридонов, Республика.